Привет из Татарстана. Народ Хабаровска вышел на митинг с лозунгом «Свободу Фургау». Апционеры используют этот народный бунт, что люди вышли против российской системы правления РФ. Власть утверждает, что Фургау подозревается в двух убийствах. Убиенные как раз в это время конкурировали с Фургау, после чего были убиты. А также подозревается в запланированном, но не состоявшемся убийстве. Он же занимался бизнесом черного металла. А это значит, что железо собиралось для продажи в Японию и Китай. Расхитителями народного добра, созданные на деньги СССР. Это станки для заводов, тракторы, комбайны и прочие металлические изделия. А также Фургау является инициатором продажи крюльяка в Китае, то есть способником вырубки леса. Но народ не верит официальной власти в предъявление обвинения Фургау и требует свободу губернатору. Люди ходят по улицам Хабаровска и, наверное, будут ходить, пока любимый губернатор не окажется на свободе. Но никто из толпы не занялся личным расследованием, чтобы фактами опровергнуть ложное обвинение к Фургау, что он, спрятавшись за губернаторское кресло, проводил свои грязные делишки. Трудно предсказать, чем закончится задержание Фургауа, но ясно одно – либо его посадят надолго, либо освободят. Вывод. Вот люди из Центральной России переживают, что на Дальнем Востоке в Сибири вырубают лес, оставляя земельные пустоты, которые чреваты опасными наводнениями. А мне кажется, что люди с этих регионов живут за счет вырубки леса и тащат любую плохо лежащую железяку в полк сдачи металлолома, чтобы срубить деньги. И поэтому обвинение власти РФ в Фургауа для людей Хабарска не является преступлением. То есть сами люди разбазарили остатки Советского Союза и вывезли все на продажу в Китай. Поэтому КНР притветает на обломках СССР, а Россия вязнет в болоте в политической неразберихе. То есть воруют все, и верха, и низы. После этого вывода трудно ответить на вопрос, кто же виноват на самом деле. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok